Невозможно представить празднование Нового Года и Рождества без такого атрибута, как ель или сосна. Наши предки, славяне, вокруг этого дерева водили хороводы и пели под ним песни. Кстати, первым в России предложил сделать это хвойное дерево символом уходящего года Петр I. С тех пор предложение переросло в традицию. Приятная традиция, создающая праздничную атмосферу. Свежий и ни с чем не сравнимый запах хвои – отличный повод установить живое дерево у себя дома. Кстати, в Орле, как и в прошлом году, планируется открыть 29 елочных базаров. Прошедший 8 декабря аукцион показал, что востребовано 19. 10 площадок остались невостребованы. Поэтому всех хозяйствующих субъектов, желающих организовать официальную торговлю елками, мы приглашаем к нам заключить договоры и работать. Большинство елочных базаров, как правило, располагаются в шаговой доступности около дома или вблизи торговых центров. Ассортимент по сравнению с прошлым годом немного изменился. К традиционным еле и сосне добавилась пермская пихта, которая поступит в продажу в конце декабря. У каждого разные вкусы. Кто приходит, кому-то нужна попышнее, кому-то маленькая квартира, кому-то более сжатая. А так в основном неполоманная, ровный ствол. И некоторые выбирают в зависимости от высоты. Стоимость зеленых красавиц будет зависеть от их высоты и пушистости. Так, например, стоимость ели за один метр составит 500 рублей, а сосны – 400. Если говорить о приобретении искусственного хвойного дерева, орловчанам придется потратить в среднем около полутора тысяч рублей. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.